Китайская власть Встреча с тогда еще действующим министром странных дел Цингана, якобы, по мнению западной прессы, от России, от спецслужбы России были переданы некоторые документы, изобличающие Цингана, его якобы работы на западной спецслужбы, они были переданы высшему руководству Китая. После этого Цинган тропал. Этот материал распространяет американское издание, финансируемое на немецкие деньги политика. И то, почему я решил записать это видео, это еще и известный, весьма авторитетный публицист, журналист старейшего японского издания Никей, Накадзава, тоже об этом упомянул, вставил в свой сюжет, что после визита в Денка был, исчез фактически, да, Цинган. Вы об этой всей истории знаете. И, соответственно, давайте просто сегодня поговорим, насколько это возможно, зачем это нужно, самое главное, западным СМИ, и действительно ли влияние России на высшее руководство второй экономики мира такое большое, что достаточно передать материалы, и в течение суток будет принято решение о том, чтобы член Госсовета КНР, это больше, чем министр, исчез. Возможно ли это? Ну, если еще не подписались на канал, подписывайтесь. Нас уже больше двухсот тысяч. И подписывайтесь на телеграм-канал. Ну, просто первое, что нужно сказать, что действительно есть совпадение. У нас на выходные 24-25 июня, запомнившиеся всей стране, теми теплые летние дни, действительно с визитом в КНР находился замминистра иностранных дел Денка. И это был, по сути дела, последний чиновник, с которым официально, согласно официальной хронике Министерства иностранных дел, встретился министр Циньган. Министр Циньган, как вы знаете, сделал ошеломительную карьеру, проскочил все ступени за короткий срок, в январе этого года, фактически вступил в должность министра иностранных дел, стал членом Центрального комитета, и уже в конце июня просто исчез. Западные СМИ спекулируют сейчас, во время того, как Китай готовится к очень сложному третьему пленуму, который отложен, по сути дела, на целый квартал. Они спекулируют, что якобы исчезновение Циньгана, а потом тоже по мнению этих СМИ, был доставлен военный госпиталь, где был практически погиб. То есть, либо был замучен, либо покончил жизнь самоубийством. Вот это вот такая детективная история, связанная с Циньганом. Сильно он исчез, история сильно детективная. И вот они спекулируют, что сопоставляя в хронологии эти два события, и бросают тень на нашего замминистра, вообще на Российскую Федерацию. Ну, во-первых, это очень сложно представить, что в такой сложной бюрократической машине, как Китай, достаточно, чтобы прошло несколько часов, чтобы тебя уволокли фактически клещами в застенки, в подземелье и так далее. То есть, это должна быть сложная политическая процедура, долгая юридическая процедура, следствие и так далее, и тому подобное. Она не случается, даже если это происходит по навету, все равно происходит достаточно большой лаг по времени. То есть, в принципе, чтобы приехал какой-то даже не министр, а замминистра, не секретарь Совета Безопасности, не президент, не премьер, а человек рангом ниже, чтобы после этого прошло несколько часов, и Циньган исчез. Этого не бывает. Ну, вот это первое. Второе, это то, что негативная информация вокруг Циньгана, о его связях, она витала в воздухе достаточно давно, и до назначения, значит, и его исчезновение, как я на одном из эфиров Вести ФМ говорил, оно совпало с очень крупным делом против китайских военачальников. То есть, китайской армии уже шла большая чистка. Уже, значит, давно не показывается бывший глава ядерных войск, потом министр обороны Вэй Фэн Хэ, значит, пропал Лишан Фу, 4 июля совершил самоубийство. Один из командующих ядерными силами, значит, китайскими, где независимость Соединенных Штатов, так совпала. До этого американская разведка в октябре, в преддверии съезда 20-го, публиковала подробный доклад о ядерных силах Китая, с которого стало ясно, что американцы знают практически все о ядерных войсках Китая. То есть, внутри есть крот, который хочет фактически слить политику Си Цзинькина на суверенитет и так далее. Эта история развивалась очень давно, и Цинган шел с этой историей в параллель. И почему он попал в такую ситуацию, когда он просто исчез, а потом он был убран с поста в начале министра, потом чуть позже с поста члена госсовета КНР. Это, кстати, происходило тоже в два этапа, не сразу. Значит, без шума, без лишнего, что очень сильно отличает нынешние кадровые чистки от периода культурной революции, где шума было очень много. То есть, с уважением, по сути дела, поступили в отношении Цингана. Это действительно так. По китайским меркам это уважение. То есть, вот эта история, скорее всего, шла в параллель. И свидетельство о том, что в Китае есть как антиамериканские силы, Цинган был определенно антиамериканским, он был очень резко настроен в отношении Тайваня, очень позитивного отношения России и очень негативного отношения Соединенных Штатов. Так и проамериканские, которые хотят фактически через слив чувствительной информации о ядерном потенциале Китая предотвратить противостояние Соединенных Штатов. Вот эта история, она заходила в апогей, потом исчез Ли Шанфу, она шла в параллель. То есть, что-то такое, что готовилось, и уже решения были приняты, сообщить, и на следующий день исчезает Цинган, особенно после встречи с ним. То есть, у меня возникает вопрос, что требовалось обязательно встретиться с Цинганом, то есть, как-то вот так вот злобно, хладнокровно посмотреть ему в глаза, а потом кому-то передать на него документы, значит, за то, что он хотел повернуться якобы к Украине. Это, кстати, версия политика, это версия, значит, западных СМИ, которые по команде действительно начали распространять информацию, а еще там информационной кампании, соответственно, не было смысла лично с ним встречаться. То есть, можно было просто передать эти документы другими совершенно каналами, другим тем более иллюзиями. Чем встречаться с Цинганом, это просто уже достаточно смешно, факты притянуты за уши, соответственно, да, то есть, это все достаточно нелепая версия, которая бросает тень на замминистра Дэнга, в первую очередь перед его китайскими коллегами, потому что в Китае тоже очень много тревожности связано с этим случаем. Люди исчезают, против них не открывается никаких дел. Это значит, что по каким-то традициям еще в Мао-Дзубиновских времен они находятся между небом и землей в каком-то чистилище предварительном. Следствие официальное не открывается, но свои пообязанности они уже не исполняют. Вот такая тревожность царит сейчас в китайском политическом эстебршменте. И, конечно, когда оказывается, что один из основных кураторов китайского вектора в российской политике является каким-то, значит, палачом, да, который в угоду своим каким-то узким интересам национальным пытается, значит, фактически смещать высшее рукоороство, ну, очевидно, что это тень на весь российский дипкорпус, на конкретно министр Руденко, замминистра Руденко. И цель какая преследуется, да, главным вопросом мы уже разобрались о том, что произошло, что, почему эта версия достаточно нелепая, значит, что это не обязательно, что должен Руденко был делать лично в тот же день и так далее. Это было масса поводов и возможностей. Кстати говоря, никакого поворота Цинган к Украине не планировал. Это все фантазия американской прессы, желание Запада, что вот Китай вот сейчас сломится, переменит свою позицию. Китай не собирается менять свою позицию ни по одному вопросу. Да, то есть такая перемена, она должна сопровождаться была какими-то реальными действиями китайской стороны, но китайцы открыто, как говорят уже все, и дипкорпусы, военный корпус США открыто поддерживают специальную военную операцию. Никаких перемен они там не планируют. Их позиция в отношении России – долгосрочная стратегическая позиция закрепления за Россией роли большого тыла. 700 страниц уникальной информации о современном Китае, не имеющей аналогов в мире. В книге Николая Вавилова «Китайская власть». Ссылка на книгу в описании ролика. Таким образом, Китаю нет смысла, нет рациональных причин менять свою политику, особенно в июне 2023 года. И понятно, что эти версии, они выглядят нелепыми и безосновательными, скорее всего, являются большой спланированной информационной провокацией, почему-то именно сейчас централизовано многих СМИ крупных, западных, японских СМИ, одновременно появляющихся и комментирующих эту ситуацию. Какая цель? Цель известна. Сейчас идет борьба двух крупных, по сути дела, фракций в Компартии перед третьим пленумом по тому, каким образом должен пойти Китай, каким путем. Одна из них проамериканская, требующая условно компромисса с Западом, отказывал от противостояния, вторая суверенная группа Си Цзиньпина, но которую называют американские, проамериканские силы в Китае сторонниками русских. И вот такая версия, очевидно, что она должна бросить тень не только на российско-китайские связи, затруднить их осуществление, придать замминистру Денка какой-то, демонизировать его, чтобы усложнить его контакты, проведение линии Российской Федерации в Китае, но в первую очередь бросить тень на ту группу, которая хочет идти путем сопротивления Соединенным Штатам и опоры на Россию. Я уже много об этом говорил, что злые языки называют Си Цзиньпина чуть ли не элементом, который подвержен влиянию русских. Есть такое даже ругательное сочетание Хуан и Эбхай, это партия желтых русских. Вот злые языки проамериканские пытаются донести своему населению, элите, оставшим то, что по простому навету, настолько вот, дескать, якобы управляем Си Цзиньпин, что по любому навету, по любой бумажке готов отстранять самых высокопоставленных чиновников. То есть, явно, что идет очень острая борьба прямо в эти дни, и вот эта версия, она распространяется именно с этой целью показать, что Си Цзиньпин слабый, неспособный якобы политик управлять, что он настолько доверяет русским, что все китайские чиновники в зоне риска, конечно, это сильно влияет на позицию, если кто-то, а на неокрепшие умы или с точки зрения дезинформации, значит, это сильно влияет. Ну, к сожалению, у нас инструментарий, который, как я вижу, он ограничен, чтобы купировать эти версии в западной прессе, хотя хорошо бы, если бы материалы с разбором, что такое просто невозможно, появлялись бы в независимых источниках, например, мой ролик, да, который бы говорил, что просто нереально, что это, значит, потому что первое, второе, третье, четвертое, пятое и так далее. Ну, такого не появляется, значит, короткие, такие полушутливые заявления от поведения МИДа, я им думаю, что этого недостаточно, чтобы поддерживать тот курс, который хочет проводить Си Цзиньпин в Китае. Ну и пару слов стоит, наверное, сказать о фигуре Руденко. Это очень интересная фигура на китайском треке. В отличие от его коллег по, значит, азиатским департаментам, человек делал карьеру по другой абсолютно линии в Европе, по линии СНГ, занимался де-факто Украиной до 19-го, 20-го года, но это китаисты, его перебросили на контроль китайского направления. То есть, по сути дела, это человек не из колоды кадровых, вот этого вот совершенно замкнутого узкого круга дипломатов, которые делают карьеру в виде представительства, связанных между собой, связанных с предыдущей исторической эпохой. И действительно не исключено, что назначение и вот такое кураторство необычное, да, хоть это и китаист, но человек из другого совершенно вектора, да, назначение курировали очень высокие руководители Российской Федерации, и сам Рубленко имеет тесные связи с смежными структурами, занимающиеся тоже внешней деятельностью Российской Федерации, поэтому это весьма серьезная фигура, которая действительно осуществляет определенные контакты, эффективные контакты с китайской стороной, курирует это направление и имеет большое будущее в качестве руководителя, да, внешней политики и так далее. Поэтому не исключено, что и по нему тоже, в первую очередь, конечно, это публикации бьют, совершенно, значит, нелепые, с домыслами, но, еще раз подчеркиваю, в серьезных изданиях западных, с подключением очень серьезных экспертов. То есть дана команда по этой точке бить и смешать правду с ложью. То есть совершенно два параллельных сюжета, сказать про сторонников Си Цзиньпина, что они якобы были его врагами и смешать все, соответственно, весь, все видение высшего политического руководства Китая. Но мне кажется, что у него хватает ума и, соответственно, аналитических возможностей, чтобы понимать реальную ситуацию с Циньганом, с Лишанфу и так далее. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, если не подписались, распространяйте это видео, подписывайтесь на телеграм-канал, где все эти новости опубликованы заранее, раньше всех оперативно, и оценивайте это видео и задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok